ой слава богу кто-то навеки слова начинается да как вы друзья я понимаю как витаминоз уже вот видите вот таких побольше устами младенцев простых людей бог созидает себе славу слава богу да я не знаю как вы но в течение уже нескольких месяцев у нас вообще не происходит много таких интересных событий которые увлекают своим ну давайте таким сильным впечатлением я до сих пор уж еще не могу отойти от тех нескольких вечеров единицких дней которая провела наша молодежь одесская молодежь здесь в этом зале и и я вам скажу что я под большим впечатлением в ожидании того что бог прикоснется к нашим молодежи изменит ее там предполагается несколько таких вечерок хвалы и поклонения мы предполагаем что у нас будет сама вот переживание пятидесятницы нашего вот будет тоже служение для молодежи у нас будет именно конференция хвалы и поклонения ожидающие потоки и в начале августа с 8 по 12 августа мы собираемся сделать большой лагерь у моря приглашаем молодежь на переживание нас называется обновление именно вот врываем то есть такое про пробуждение и верим что у нас посетят больше тысячи человек на этот вот в прошлую неделю молодежи было здесь столько и не знаю там больше тысячи человек которые зарегистрировались и это уже большой успех знаете для меня радостно видеть когда молодежь она держит вот движется к богу хочет бога и хочет переживать его по по долгу моей службы потому как я вот служу людям мне очень часто приходится встречаться с разными людьми и очень различными ситуациями это относительно с здоровья с людьми человеческого здоровья ситуации в семье переживания с работой и особенно когда вот найти идет речь с людьми о их состоянии мне по долгу службы приходится с ними встречаться как слово называется касту и консультирование фактически что такое консультирование это выслушать человека в том что что он переживает то что мы так плохо и что происходит знаете из опыта который у меня есть и и общаясь с людьми ты должен его выслушать ты должен поговорить с ним дать ему возможность высказать все то что с чем он переживает и когда ты спрашиваешь человека такой как бы вопрос знаешь а что ты мог бы сделать как ты видишь выход из этой ситуации что можно сделать чтобы эта ситуация изменилась вы знаете восемь процентов людей которых вот мы общаемся дают настоящий правильный ответ восемь процентов то есть ответа который должен что должен сделать они сами знаю что делать и наша задача как служителей помочь им подкорректировать например в состоянии вот может больше дисциплины и отношения с богом как советом я верю что сегодня эта позиция очень важная вглядываясь назад я в значит вспоминаю много историй которые происходило с с нами есть истории которые ошеломляющие истории истории которые найти вот где ответ от бога был моментальный как вот с пальцем да например совсем плохо палец он болел и тут просто сказать господи я не принимаю это этот вот такой диагноз такой что-то в голову влезло до пошла спать и все исцелилась таких историю мы сегодня можем пережить очень много да я одну могу историю рассказать которые например со мной случается не знаю какая как так получается что у меня чаще чаще всего мы истории связаны с бензином не то что его продавала ли что-то еще там и дать и но когда ты вот автомобилисты здесь есть некоторые не любят чтобы ехать аж дайте вот до минимума у меня как есть привычка подсознательная ехать почти чуть ли не до конца потом заправиться чё плачу астана и останавливаться лишний раз правда и вот я вспоминаю много лет назад моя история я я был владельцем лимузинов и мы с семьей когда мы еще жили за границей решили поехать на день освобождения день независимости америке 4 июля на большущий парад на и на место где христиане собирались и там делали хвалу и поклонение благодарение богу фейерверки кушание все остальное мы когда-то приехали машин было настолько много мы парканулись а у меня я вижу уже что уже не хватает бензина знаете так вот я думаю ну ладно будем назад возвращаться заправлюсь и все нормально время закончилось мы садимся в машину по и начали ехать и понимаем что машин то тысячи а дорога 1 мы как застряли в этом найти вот вот вереницы машин и ты едешь и чуть потихоньку чуть 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 я смотрю моей машине а там же цифровая такая датчик и так показано скук насколько у меня хватает бензина насколько километров ну и так думал 10 миль это примерно 16 километров нормально ты еще пока 16 километров проехать ну что же хватает и мы так уже состоим 15 минут 20 минут проходит полчаса он потихоньку едет а машина же работает кондиционер и все остальное и вдруг я смотрю так на стрелка такая ну как бы такой значок сразу раз три километра заправки нету нету заправки и потом раз такая сразу один километр и тут у нас начинается молитвенное собрание всеми людьми особенно моя жена когда вот дети а мало малышам было джошуа было три годика там знаете роме было шесть и вот так вот надо молиться а чего у папы нет бензина в машине и от логика но нет 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 нету бензина что что может сама чем молиться нужно толкать и не молиться а с кем я буду толкать с детьми и молитва такая пошла и молимся 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 раз ноль я думаю что случилось такого молимся раз единичка появилась не километр опять раз перестали опять ноль опять молимся опять единичка опять ноль мы такие и едем мы же так вы замолились и богу и знаете вот мы доехали до заправки и заправились это это одна история однажды вот мы ехали ездили с татьяна по по членам штатам просто у нас был отпуск такой и взяли машину в прокат и моя моя привычка ездить ну до конца ну дать до предела и вот я вижу что это самое опять же такая же самая почти история на машинке едем я думаю ладно еще не сейчас следующие заправки заправлюсь то есть я посмотрел уже загорелась лампочка все следующие заправлюсь а таня спит спит и я еду а заправки нет и я думаю если сейчас остановлюсь где-то это будет гивольт на все сто я валюсь и и внутри и аж вот так меня колотит где заправка где заправка я вижу так еще еду она уже все ноль ну вот вы знаете я уже все почти ноли я говорю господи не да не попасть под жернова жены такая молитва на самом деле с понимаю что мне выслушать выслушать это не хочется поэтому бог слышит мои молитвы да и мы к таким образом эти вот чуть ли не на накате заехали на заправку это не просыпать а где мы а запаха такая страшная я вам я бы не передать думал что там китае сейчас выйдут эти самые какие-то люди еще не знаю где мы находимся и мы заправляться а думаю со всем слава богу вот такой вот знаете и и вот из моменты такие когда ты когда твоя молитва отвечает сразу моментально мгновенно но также есть те вещи которые не отвечает а сразу я вам скажу честно есть истории которые и у вас они есть вы молитесь за какие-то вещи они не отвечаем и да одна вот ситуация такая например я сегодня приведу пример василия и твою жену любимую вас в молитва о вашей елизавете мы все молились мы все постились мы просили у бога да и вдруг мы слышим новость которая никого не обрадовала мы были просто потрясены тем что ребенок умер и вот я спрашиваю себя кажется вот с одной стороны какие-то простые и банальные вещи за которые ты просишь просто просишь на за что-то и бог мгновенно отвечает а тут жизнь ребенка которая должна расцветать должно быть что-то реально и и забирает господь я спрашиваю себя почему вот кажется нам что бог какие-то моментах он отказывается от сотрудничества с нами момент такой очень важный что эти две истории которые вам сказали это с различным исходом знаете но бог он знаете в одной истории он как бы выходит сразу навстречу а с другой он даже не хочет как будто выйти тебе и поговорить с тобой как будто не хочет даже чтобы вот в этом как-то входил в это мне всегда это задается я задаю себе вопросом почему что случается можно просто спросить наверное спрашивал каждый человек боже почему почему в одних простых вещах которые может банальный для нас ты делаешь чудо как с пальцем да вот например он банальный попросила и он исцелился а в других к ты постичься молись а ходатайся кричишь к богу и он как будто он игнорирует это все наверное у каждого из нас тогда все было господи я верю я знаю что ты отвечаешь на молитвы я уверен я пощусь я берусь за слово божие но почему так происходит у нас может быть не быть ответа что делать когда приходит такое чувство чувство которое ты понимаешь что бог с тобой не хочет как перейти кооперировать кто ей просьбе когда он не хочет сотрудничать с тобой в твоем прошении что делать тогда когда ты будешь живешь праведной жизнью следуешь писанию ты знаешь что бог отвечает твоя вера ты научишься просить у бога ответа нет нету я я найти я иногда сам хожу такое состояние думал господи а когда ну когда же и вот по этой причине я хотел поговорить с вами вот что такое молитва что такая вера в молитве что такое просить у бога и оставаться с ним в мире уже чаще всего я встречал людей которые говорят так если бог не ответил значит его нет до свидания знаете вот такие моменты где то вот это чувство уверенности в боге вот где она первое когда мы молимся когда у нас есть молитвы кто из вас молится вообще по жизни по утрам хотя бы немножко перед чашкой кофе господи спасибо за кофе выпил ой спасибо 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 сразу адреналин появляется до первое истинная молитва можно назвать только то не то что мы хотим когда мы подчиняем свою волю богу истинная молитва можно только ту молитва которая мы подчиняем свою волю богу а не то что мы хотим чаще всего молитва это не способ получения что-либо от Бога, хотя мы просим, мы у Бога очень много просим, наши есть специфические нужды, мы конкретно просим, я не пытаюсь разрушить сегодня веру, я пытаюсь вам дать ответ, почему происходит то, что происходит, чтобы у нас была уверенность в Боге, но Бог дает нам молитву, как инструмент, позволяющий исполнить его волю, не наша воля, Ишуа говорит простую вещь, Ишуа он и теорик, и практик, он говорит просить и да, она будет вам, просить и да, она будет вам, теория, нормально, вдруг во время Гефсиманского сада, во время прошения и молитвы Богу, Ишуа говорит, если возможно, то есть моя воля, я желаю, я хочу, чтобы эта чаша меня миновала, это правда, просить и да, она будет вам, но пускай не моя воля будет, но твоя, молитва это не просто исполнение желания, которое я хочу, чтобы Бог исполнил, но это инструмент, который позволяет мне приблизиться к Нему и знать Его совершенную волю. Это фактическая модель молитвы, которую Ишуа оставил для нас, которая говорит практически, практически ты должен подойти и, знаете, вот расположиться к тому, что Бог имеет волю, да будет воля твоя здесь, на земле, как и на небе. Мы же молимся этой молитвой, молитва очень наша, да будет воля твоя. Но чаще всего мы не соглашаемся с Его волей, потому что она неудобная для нас. Но как-то не так оно получается, как я хочу. Вот знаете, жизнь апостола Павла, гонителя и преследователя Мессии, сильно изменилась, очень сильно изменилась. После того, как он встретился с воскресшим Машехом, с Ишуа. Настолько сильно, что, знаете, она стоит подражания. Кто из вас хотел бы подражать Павлу? Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии. Вот есть три человека, молодцы, только правильно подумали, что остальные думают правильно. Фактически, когда мы смотрим на жизнь Павла, он написал третью часть Нового Завета, послание, то, что мы сегодня изучаем, как жить во Христе, как жить в вере, как действовать в вере. Мы хотим быть подражателями, нам бы хотелось бы такую жизнь, как Павел, в силе Духа Святого, видеть воскрешение из мертвых и молитву за больных, чтобы они исцелялись. Нам бы хотелось бы такую жизнь, как путешествие на корабле в Европу. Павел раз, не знаю, сколько раз, в течение 20 лет много раз ездил или плавал в Европу. Причем он принес Евангелие или же свежесть Евангелия вот в Боге в Европу. И, конечно же, нам бы хотелось бы еще иметь какую-то поддержку от церквей, как Павел имел, правда? Небольшую. Многие из нас приходят в общину, часть общины, и мы иногда нуждаемся, чтобы община помогла нам. Почему бы такую жизнь не иметь, правда? То есть иметь помощь, путешествовать, исцеление, освобождение, пророческие слова, даже воскрешение из мертвых переживать. Но знаете, у него и другая жизнь была. Он говорит о том, что он был побиваем камнями. Это не для нас. А как насчет 5 раз быть побиваемой плетью по 39 раз? 40 раз почему не делали? Потому что после 40 раза человек мог умереть, а это считалось бы убийством. Так ничего, так 39 раз и 5 раз на дню, как говорится в фильме, помните, да? И так получается, что он был изгоняем, поругаем, он был уничижен. Да и вот никто не хочет из нас такую жизнь, потому что она же непопулярная. Непопулярная. Все то, все остальное, исцеление, освобождение, там как бы искрение из мертвых. О, вот это жизнь. Вот это как бы знаешь, что Бог с нами. А вот в тех моментах. И знаете, жизнь Павла, она очень интересная, потому что он делает какие-то выражения, которые в сущности нас шокируют. Например, один из таких шокирующих мест Писания для меня лично, который я разбирал и пытаюсь донести к вам, это 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. Он говорит, «И чтобы я не превозносился чрезмерным откровением, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». И я думаю, ну Павел, ну не превозносись. Ну что ты превозносишься своим откровением чрезвычайным? Ну возьми, смирись, не думая о себе многого. Спокойно. Смирился и исцелился. И отойдет от тебя этот ангел сатаны. Но вот здесь какой-то такой оборот, который заставляет нас мыслить, изменять наше мышление. Мы не знаем причину фактически. Я не знаю причину страдания Павла. Там ничего не описывается. Мы только знаем, что он говорит, что дано мне жало в плоть. Что это за жало? Некоторые говорят, он плохо видел, потому что он где-то пишет, пишу тебе крупным шрифтом там типа такое. Он плохо видел. Или там у него еще какие-то болезни. Я не знаю, но я знаю одно, что еще жало в плоть, другой перевод имеется как кол, на который сажали преступников. Вот некий кол, который в плоть вставлен ему здесь, который мешает ему делать то, что он делает. И фактически Павел говорит, я трижды молил Господа. Почему-то не трижды. Ну как у нас, у нас же нормально, у нас как по неотступности говорят. Давайте мы будем по неотступности. Получим по неотступности. Почему три раза? Я не знаю. Наверное, он думал, если три раза не отвечает Бог, значит все. Значит нужно жить как есть. Кто из вас с этим согласен? Не, у нас же по неотступности нужно. Как бери, как быка за рога. Вот держишь, чтобы с ним бороться. Пока не благословишь. Не отпущу тебя, как Яков. Пока ты не благословишь меня. А Павел говорит, я три раза просил и мне сказали, достаточно просить. Достаточно просить. Фактически я думаю, что вот наверное подход, его мышление был другой. Второе, молитва это не метод контролировать ситуацию. Мы думаем иногда, что если мы будем молиться, мы будем контролировать ситуацию. Но молитва является надеждой на того, кто контролирует. Другими словами, нам нужен Бог. Если бы, если, ну как бы сказать, мы молимся с таким моментом, чтобы контролировать ситуацию. Господи, ты знаешь, где мои дети. Я запрещаю, я порабощаю, я закрываю им двери и там и так далее. То есть молитва контроля. И вдруг Бог не выходит. Дети были и на дискотеке, и были и что там. И думаешь, Боже, я же контролирую молитвы. Все. Ну правда, нет? Это такое отношение. А на самом деле молитва не является контролем над ситуациями. Молитва является приближением к Богу, который контролирует ситуацию. Потому что ты бессилен в этих отношениях. Мы не знаем, где наши дети ходят. Иногда бывают уже взрослые. Ладно, маленькие мы знаем, там можно поконтролировать, куда пошел. И я часто смотрю на маму, которая воспитывает своих детей. Иди сюда. Быстро я сказала. Быстро я сказала. Раз, приближал. Знаете, такое. И мы думаем, что они такими будут до скончания жизни нашей. Знаете, вот. Они не поступают так. И мы молимся, мы молимся, а они не поступают. Мы думаем, Боже, где ты находишься? Где мои дети? И что происходит? В самом деле молитва – это не метод контролирования ситуации. Молитва является приближением к тому, кто это контролирует. Так как мы уже говорили за Павла, и что у него было жало в плоти. Давайте еще вернемся к этому. Хотя я говорил уже трижды, да, Павел говорит, что я молился, чтобы было удалено от меня это жало. И я с иронией, конечно, подошел о том, что три раза он молился. Знаете, вот, наверное, утром, вечером и днем. Знаете, как перед завтраком, в обед и ужином. Наверное, помолился три раза и не получил ничего. Ну, так бы. Нет, это ирония, конечно. Но в сущности, я думаю, что Павел говорит о трех таких периодах жизни, где ему нужно было переживать некое борение к Богу, обращение, потому что та ситуация, которая была в его жизни, мешала ему высвободиться в служении. И я знаю, что такие вещи происходят. Один пример – это наш Олег и Ира Щепанские. В течение того дня, когда они покаялись, мы не один раз, может быть, за это служение, где-то 15 лет, как они покаялись, лет 12. И не один раз было такие периоды в их жизни, где мы, как община, входили в молитвенное состояние за них, за Алену с Пашей. Еще есть люди, которые здесь есть в общине, которые… Их жизни были на грани смерти. И мы за них ходатайствовали. Некий такой период посты, молитвы, желания. И, наверное, Павел, который приходил к Богу в таких ситуациях, в периоды жизни, где он кричал «Господи, Боже мой, но ты же действуешь через меня, через эти служения. Я сегодня умоляю тебя, я прошу и кричу к тебе, и освобожди меня от этого ситуации. Ты же знаешь, что это лучше. Я знаю, что ты можешь так же исцелить меня, как ты исцеляешь тех людей, которые исцеляют через мое служение». Знаете, и этот момент очень серьезный. Что отвечает Бог? Интересный ответ. Карифе нам 12 глав, 9 стих. «Но Господь сказал мне…» Господь обращается. Павел, да, Господи, я принимаю, я принимаю все, что ты мне скажешь сегодня с надеждой, что ты получишь исцеление. Или нет? Мы когда обращаемся к Богу, мы хотим от Него только хорошее получить. Кто из вас хочет плохое получить от Господа. Я ни одного не видел, что кто-то говорит, Господи, дай мне самое худшее. Когда ты обращаешься к Богу, ты понимаешь, что ты хочешь самое лучшее, самое прекрасное все. И Бог говорит, Павел, Шаул. Он говорит, да, Господи, я принимаю. И говорит, довольна. Для тебя моей благодати. О, спасибо. Спасибо. Ибо моя сила совершается в немощи. Еще лучше. Чтобы мне было плохо, а другим хорошо. Ну, спасибо. Реальность такова. Павел, он понимает, что Бог обращается к нему, он ожидает, но не тот ответ, который он бы хотел. Ни один из нас, ни я, ни вы не хотим такой ответ. Мы не хотим ответ. Потому что мы думаем, что наши молитвы должны всегда быть позитивными. А не позитивными, а ответ позитивный. Но если бы на месте Павла, я бы, наверное, аргументировал простой логикой. Я бы говорил, Господи, ну ты же знаешь, что мое служение, которое я веду среди людей, среди народа здесь, будет более эффективной, если я получу свободу. Да? Ну вот, будем говорить так, люди, которые зависимые, немножко еще есть, да? Они молятся к Богу, говорят, Господи, прошу тебя, мое служение будет намного уникальнее, серьезнее. Когда я получу полную свободу, тогда люди увидят и скажут, о, хорошо, Бог действует. Я бы аргументировал таким образом, что вот ты мне свободу дашь, и мое служение станет более эффективное. Или же сказать, если я получу исцеление, мои все родственники придут. Господи, ты же знаешь. А потом я бы говорил, слушай, ну по-человечески, ну хоть милость по-человечески, яви мне. Ну хоть ради того, чтобы, когда человек, прошу тебя, дай мне свободу, или дай мне исцеление, или выведи меня из долгов. Просто по-человечески спрошу. А Бог говорит и Павлу, нет. Как много из нас вот так вот, вот тоже так получают слово нет. Много из нас. Дай мне работу, дай мне работу, вот это работа, вот это работа. Бог говорит, довольна тебе моей благодати. Это что значит, нет? Нет. И мы думаем, почему? Чем эта работа плохо, чем эта другая работа? Когда мы говорим, господи, хочу жениться или замуж выйти. Вот это идеальный мужчина. Настоящий полковник. Бог говорит, ага, нет. А что нет? Что у него не хватает такого? Что у других нет? Он говорит, нет. Или еще другие вопросы? Нет. Вот здесь вот мы имеем ступор, который нас заставляет думать. Что такое вообще благодать? Он говорит, довольна тебе моей благодати. Что такое благодать? Все понимают, незаслуженный дар от Бога. Правда? Незаслуженный дар от Бога. То есть мы ничего не заслужили, Бог являет свою милость, и это незаслуженный дар от Бога. Христианский такой, знаете, подход. Я понимаю, от действительности мы не заслужили прощения от наших грехов, потому что Он за нас пострадал. Мы виновны перед Богом. Но что такое вот здесь обращение к Павлову? Достаточно твоей моей благодати. Он выпрощен, он освобожден. Что здесь такого? Знаете, значение еще, слово благодать, Харис такой, да, больше как бы такого понятия, как нечто, что когда Бог простирается, то есть тянется к человеку, чтобы помочь ему в его ситуациях. Слово Харис обозначается. Я думал еще посмотреть о словах Харис на греческом, не на греческом только, а еще на арабском. И вот есть слово на арабском Харис, означает слуга. Слуга. Интересное слово. Хотя это никакого общего с греческим или же с этим текстом не имеет, но мне просто интересно было, что слуга. И слово Харис, дальше продолжается. Харизма, да, некий дар от Бога. Другими словами, Бог хочет протянуться, да, вытянуться к тебе, чтобы помочь тебе в твоих ситуациях. Другими словами, тебе нужен я, я, а не то, что ты просишь. Удивительно, потому что мы чаще всего просим того, что нам нужно для того, чтобы правильно жить. Мы так думаем. Но вот если правильно жить, значит нам нужно вот это, другое, третье, четвертое. Но в Божьих отчаях это по-другому. Он обращается к нам, говорит, тебе это не нужно, а то, что ты просишь, тебе нужен я, чтобы решить эту ситуацию. А иначе, если это в наших силах, мы должны ее сами решать. Бог хочет выйти к нам на встречу, когда у нас нету сил их это изменить. Он простирается сверхъестественно, чтобы к нам приблизиться. Вот этот Бог, которым мы слушаем, да, Бог может сделать, как ты хочешь. Он может сделать, как ты хочешь. Он может даже похоже тебе сотворить, как ты хочешь. Но в этот момент ты не переживешь его близость. Друзья, услышите меня, пожалуйста. Бог может выйти на навстречу. Реально может выйти на навстречу. Когда мы просим данной ситуации, но в этот момент мы не сможем пережить его близость, его отношения. Благодать невозможно объяснить. Ее нужно переживать. То чувство, которое приближает тебя к Богу. Мы не можем объяснить это. Людям сложно объяснить это слово благодать, как и слово любовь. Что такое любовь? Объясните мне, что такое любовь. Так, чтобы я понял. Вы не сможете, пока вы не переживете. Благодать нужно пережить. Спросите роженицу. Скажите, спросите, слушай, как ты это выдержала? Каким образом ты это выдержала? Спросите моряка, который прошел через шторм. Как ты выжил в этом? Либо наших бизнесменов, которые в реалиях наших живут в бизнесе мира? Спросите, как ты это делаешь? Как тебе счастье выжить среди бардака, который происходит сейчас в нашем бизнес-мире? И каждый из них скажет, не знаю, по благодати. По благодати. И ты не понимаешь, что это за слово. Пока ты не переживаешь. Ты трудно, сложно. Но ты чувствуешь, что тебя кто-то двигает. Он с тобой рядом. Поэтому Бог говорит, ты можешь просить, многое, что просить. Но фактически молитва – это то, что приближает нас к тому, кто может ее исполнить. Поймите, я хочу, чтобы вы момент этот пережили. Павел, он очень уникальный человек, и он об этом пишет. Знаете, с нашими детьми приключались разные ситуации. И мы в этих ситуациях всегда были с нашими детьми. Когда наш Давид выпил полбутылки жаропонижающей микстуры, когда Рома у нас три раза умирал, а потом еще и с трехметровой вышки свалился на пол, на бетонный пол, хлюпнулся, как кусок мяса. Когда Джашуа, который вставил на полном ходу в спицы велосипеда ногу, порвал себе лодыжку. И знаете, они кричат, они плачут. Ты берешь их с ними вместе, едешь. И вот в этой больнице ты думаешь, ну как я бы жизнь отдал за тебя, ну как бы помочь мне, ну не могу. Все, что я могу тебе сделать, показать, что я рядом. Вот рядом. А не хватает за тебя дети, да? И ты прижимаешь их к себе и говоришь, подожди, сынок, я здесь. Я знаю, что больно, я знаю, что это тяжело. Но папа и мама с тобой рядом. Ситуация, в которой мы с вами попадаем. И я не знаю, почему Бог не отвечает. Лариса Васильевна, я не знаю. Но в этот момент он хочет сказать, я здесь. Я рядом. Я понимаю твою боль. Но сейчас я вот тут хочу быть рядом. В этих ситуациях. Я хочу вам донести, что Бог хочет, чтобы мы приблизились к Нему. Приблизились к Нему. Потому что Павел дальше начинает открывать то, что нам просто невероятно. Я хочу вам свою версию сказать. Честно, скажу вам одну простую версию. Может, вам не понравится, что я вам скажу. Как я понимаю Бога. Может, кто-то здесь обидится и скажет, все, я не верю, как вы верите. Но я вам скажу такую часть. Бог не существует для того, чтобы мы Ему служили. Бог не существует для того, чтобы мы Ему служили. Вернее, нам служить, извините. Чтобы нам служить. Бог существует для того, чтобы вся Вселенная и все творение поклонялось Ему. Я еще повторю. Вы меня простите, я ошибся. Бог не существует для того, чтобы нам служить. Ишуа говорит такие слова Во время своего искушения Отойди от меня, сатана Ибо написано Господу, Богу твоему поклоняйся И ему одному, что? Служи Я понимаю, что Ишуа пришел Как рам послужить нам Он взял наши грехи Но сегодня здесь на земле Я вам хочу сказать Бог не существует для того, чтобы служить нам У людей бывают очень разные Ну, как бы сказать, размытые понимания Если он ничего не дал До свидания, я ушел хлопнул ногой Себе запомните Мы здесь на земле Чтобы поклоняться И славить его За то, что он уже совершил За то, что совершил Это очень просто Жить с жизнью, которая свободы Очень просто Он воскрес Ишуа воскрес из мертвых Чтобы, когда мы пристанем перед Отцом Дать нам возможность Оправдаться Вы понимаете, да? Вот какая вот сущность Я верю, что Бог хочет нас изменить И последнее Молитва – это не только просьба Это доверие К тому, у кого мы просим Доверие у того, у кого мы просим Да, конечно, мы должны Много просить у Бога Мы должны Мы должны просить у Бога Но во время просьбы Нам нужно научиться доверять Ему Что Его выбор В данной ситуации Более важнее Или же Правильнее для моего благополучия Благополучия Знаете Когда Мне Хотела жениться Я обращаюсь сейчас К молодым людям Конечно же Я просил у Бога О жене Я говорил ей Что я хотел Да Но у меня Было одно желание Вот такое Пред Богом Я ему говорил Господи Если Татьяна Даже откажет мне Я знаю Что Ты меня любишь И Ты приготовил Лучшее для меня Вы понимаете Что Ты приготовил Лучшее для меня Не то, что она плохая И так далее Что Он настолько любит меня Что лучшее Он приготовил Для меня Наверное Во многих просьбах Богу Павел Пришел к познанию Того, что Бог Лучше знает Что Ему Нужно Например Вот смотрите Что Павел пишет Посему Десятый стих Я Благодушевствую В немощах В обидах И нуждах В гонениях В притеснениях Замеси Ибо когда я немощен Тогда что? Я Силен Некое безумие Выразить Это безумие Что Павел говорит Который говорит Невероятно Непонятные вещи Павел делает заявление В духовный мир Говоря Что Ему лучше Быть в немощах И в трудностях И болезнях Чтобы переживать Бога И Его силу Для служения людям Я понимаю Что может Не так оно звучит Как вы читаете Но именно так На украинском языке Ты Любомини Что такое Любомини? А? Приятно? Приятно Говорят хорошо Тим любомини В немощах До корах Нуждах Гонениях Тиснотах За Христа Коди Боя Немощный Тоді я Сильный Любомини Вот и радуюсь На русском языке Радуюсь Другими словами Если вы спросите Что Сделало Мое служение Успешным Павел будет говорить Тогда Рав Шулга Скажет вам Мой успех Не публичный Про победях И чудесах Мое служение Сделалось успешным Когда Мое Мое служение Больное Сильнее Сейчас Потому что Он Сделал то Что я Его просил Но не тогда Когда Я хотел Это в ту минуту Чтобы Сила Бога Проявлялась Тогда Это когда Я Полностью Завишу От Него Каким Образом Это относится К нам Сегодня Спросите Себя Радуюсь Ли я В болезни Которые У меня Есть Любочи Цем Ничени А Павел Он Говорит Любо В гонениях Унижениях В притеснениях В болезнях Я не говорю Что нам нужно болеть Я не говорю За это Я просто хочу Вас настроить Что Бог Знает Когда нам Помочь И вовремя И когда Мы приходим К ситуациям Где Молитвы Не отвечены Нам нужно Доверить Богу Что Он Знает Что было лучше Для нас Помните Как Яков Если кто-то Был на служении Сказал При рождении Каждого Ребенка В его семье Да Мама Ему сказала У них Девять человек В семье Каждый раз Когда рождался Ребенок Папа Говорил Такое Господи Вот Он Если Он Будет служить Тебе Сейчас Дай Ему Жизнь Если нет Прямо Сейчас Забери Я думаю Ничего себе За молитва Папы Момент Конечно же Все дети Служат Богу Но вера Доверие Богу Настолько Сильно А вдруг Ребенок Был умер Знаете Что бы он Сказал Господи Ты же знаешь Его путь Ты знаешь Чем оно Может закончиться Поэтому Славлю тебя Сколько нужно Иметь веры В Бога Я знаю Что Бог Меняет Нас Мы часто Говорим Время лечит Это Неправда Я знаю Что Лариса И Вася Не забудут Переживаний Время Не лечит Я знаю Что Смерть Или переживания Потери Близких И родных За которые Ты молился Просил Оно Не лечит Время Но я вам Хочу сказать Время С Богом Приближение К Богу Лечит Раны Только С Богом Только Когда Приближишься К Нему Потому что Он утешение И милость Он благодать Во многом Когда я Смотрю Назад На ситуацию Которую Я пережил Я могу Сказать Боже Теперь я Вижу Почему Эти ситуации Они Произошли И я Ближе Сегодня В отношениях С моей Женой С моими Детьми Что Когда-то У меня Были Болезни Знаете Ситуация С моими Недругами Которые Сегодня Стали Моими Друзьями Я смотрю Назад И только Приближаясь К Богу Я мог Изменить Эти ситуации Только Смотря Назад Прошло Время И я Говорю Господи Я Теперь Я вижу Почему Ты не Ответил Тогда На мои Молитры Когда я Очень сильно Просил Я вижу Сейчас Что Это Ведет Благу Я Не знаю Через Что Вы Сегодня Проходите Но я Знаю Точно Что Это Послание Мне Дал Господь Для Кого-то Здесь В общине Для Нескольких Людей Я Говорю Всем Но Послание К людям Которые Взывают Богу Бог Положил Это Мне На сердце С Неординарным Словом Веры Надеющийся На Господа Не Постадиться Но Надежда На Бога Будет Тогда Он Он Приблизился К тебе Ты К нему Приближишься Он Хочет Простеречься К тебе И сказать Подожди Сынок Дочь Моя Я Рядом Да Больно Да Ситуация Но Потерпи Ты По благодати Ты Пройдешь Это Тебе То Что Ты Пройдешь Сейчас Не Нужно Потерпи Немножко Потерпи И Проходит Время И Ты Говоришь Спасибо Спасибо Как Павел Говорит Я Веру Сохранил Путь Мой Совершил А теперь У меня Есть Венец Готовится Венец Сегодня Бог Обращается К нам И говорит Моей благодати Моего Присутствия В твоей жизни Достаточно И ты Пройдешь Этот путь Со мной Ты Можешь Изменить Обстоятельства Ты Можешь Пройти Эти Неотвеченные Молитвы Не Обязательно Чтобы Твои Желания Исполнялись Но Я Хочу Общения С Моими Детьми Гави Господь Быть Их Утешением И Радостью В скорбях Чтобы Больше Силы Моей Присутствовало В их Жизнях И Когда Неверующий Человек Спросит Тебя Как Ты Смог Это Пройти Каждый Из Вас Мог бы Сказать По Благодати Божией И По Его Великой Милости Бог Ищет Себе Людей Которые Будут Верны Ему Несмотря На Обстоятельства И Я Вас Призываю Сегодня К Хлебопреломлению Я Призываю Вас Принять Сегодня Чашу И Тело Да Вот И Хлеб Которые Не являются Символами Которые Прообраз И Есть Тело Мессии И кровь Его Пролиты За нас Крови На Голгофском Кресте Завета Мы Сейчас Ставим Ваши Ноги Обратимся К Нему И Если Вы Пошатнулись Верой Где-то Где-то У вас Не хватило Доверия Богу Пускай Это Послание Даст Вам Изменение В мышлении Как Как Раф Шаул Говорит Мое Служение Славно Не из-за Того Что Я Проповедовал И Приходили Исцеления Или Чудеса Мое Служение Прославное Мне Радостно В том Что По благодати Мне Мне Трудно Было Я Был Искушаем Наркотиками Алкоголизмом Извините Прямо Говорю Может Изменой Я Был Искушаем Враньем Искушаем Был Обстоятельствами Но Я Прошел Это По Благодати Я Не знаю Как это Произошло Оно Не ушло Сразу Но Я Прошел Потому Потому Что Мой Бог Был Со Мной Надеющийся На Него Молитва Простая Обратитесь К Нему Скажи Господи Я Хочу Познать Я Хочу Быть Рядом Что Переживать Тебя Чтобы Чувствовать Что Я Твое Дитя И Я Знаю В Этот Момент Когда Мне Это Необходимо Когда Ты Увидишь Что То Время Когда Должен Быть Свободы Оно Придет Я Буду Ждать Этого Дня Я Буду Ждать Я Буду Выходить С Эти Ситуации Я Твое Дитя Последствием Крови Которая Пролита Была Кокосом Кресте Я Твой А Ты Мой Бог Спасибо